МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жаловались на вас, когда вы были студентами? В одном общежитии. Да вы что? А на вас жаловались соседи? Нет, не было жаловаться, потому что все были студенты. Ага, а из близлежащих домов жалоб тоже не поступало. Они стояли очень в отдалении, поэтому мы никому не мешали. Это, кстати, да. Это кораблестроительный институт. Там уважали тишину, видимо. Там Михаила уважали, кстати. Ну что, я думаю, что мы начинаем. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ситуации Ай, надеюсь, будет совсем негромким. Хотя бы потому, что речь пойдет о тишине. Точнее, о том, чего нам всем стоит этой тишины добиться. Вроде и закон, соответствующий, есть, и поправки в него вносились недавно. Только в реальной жизни покой нам только снится. О наболевшем поговорим сегодня с моими гостями. Заместителем начальника управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга Михаилом Викторовичем Ходячевым. И моим вторым гостем Андреем Юрьевичем Китаевым. Исполнительным директором региональной общественной организации объединения советов многоквартирных домов. Здравствуйте. Так? Так. Здравствуйте. Первый вопрос. Вот у нас есть закон о тишине уже несколько лет. Со всеми поправками, которые не так давно туда были внесены. На ваш взгляд, это рабочий инструмент для того, чтобы добиться какого-то приемлемого звука в городе? Первый вопрос к вам, да? Да, первый вопрос к вам, как представителю общественности. Да, это приемлемый закон, он работает. У нас практически, кстати, все законы более-менее хорошие, а не рабочие. Главная задача, главная беда о том, что часто очень сами граждане, сами жители плохо эти законы знают и не имеют правильно ими пользоваться. Хорошо. Михаил Викторович, на ваш взгляд, рабочий закон, инструмент? Сначала давайте немножко поправочку сделаю. В Санкт-Петербурге закон о тишине нет. Есть закон Санкт-Петербурга об административных правонарушениях номер 273-70, который принят депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года, подписанный губернатором 31 мая 2010 года. Значит, в этом законе есть статья, предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в выходные и праздничные дни. Это единственный документ, который регламентирует уровень звука в городе? Если брать региональный уровень, то это единственный документ. Основной? Да, основной. Хорошо, давайте тогда сейчас посмотрим сюжет и потом вернемся к разговору в студии. То есть у нас получается так, что вот кафе, это находится прямо под нашими ногами. Да, кафе под нашими ногами, оно площадью сопоставимо с этой квартирой. Праздник, который всегда под тобой. Андрей Николаев живет фактически на крыше шумного ресторана. Музыка их связала. Ресторан открыли в комнатах бывшей коммуналки на Невском еще в 90-х. За это время заведение сменило несколько владельцев. Андрей сражается с ними поочередно уже больше 15 лет. История его борьбы с музыкальным общепитом в этой папке. Роспотребнадзор, МВД, МЧС, ФМС. Нарушения чиновники находили, но закрывать кафе не торопились. Я хочу, чтобы там было что угодно, но не точка общепита и не магазин. То есть офис, какой-то, не знаю, мастерская. В общем, все то, что закрывается в нормальное время. В центре Петербурга в жилых домах сегодня работают сотни таких ресторанов и кафе. По закону о тишине они должны перестать шуметь после 11 вечера. Но соблюдается этот запрет далеко не всегда. А ночные клубы, например, работают до утра. В этом клубе праздник каждый день. Фишка заведения. Каждая вечеринка здесь новогодняя. Вот и сейчас готовится отмечать. А как же жители, у которых давно уже не 31 декабря, а середина февраля. И рабочий день уже завтра. Шумоизоляции нет. Здесь получается, это цокольный этаж. Это, наверное, единственное, что спасает. То есть это подвальное помещение. Над нами еще есть медцентр. То есть еще этаж. И только потом уже начинаются жилые квартиры. Предприниматели жалуются. Сделать полноценную звукоизоляцию в историческом здании КГОП не велит. А городское правительство при этом зазывает туристов, в том числе и на белые ночи. Так что превратить исторический центр в спальный район все равно не получится. Просидеть. Ситуация Ай. Ну что, чем закончилась эта бытовая драма, мы узнаем чуть позже. Этот сюжет получит продолжение в конце передачи. А пока давайте поставим себя на место героя сюжета, который задает единственный вопрос. Что делать? Как быть человеку, который живет над таким активным источником звука, как кафе? Давайте уточним. В репортаже ему не указано было неправильное время. На данный момент статьей 8, как сказал закон о Санкт-Петербурге, предусмотрено ограничение по времени и ночным временем считается время с 22 часов до 8 утра, то есть защищаемое время, которое подлежит ответственности по закону Санкт-Петербурга. Там до последнего клиента заведение работает. Я просто поправил, скажем так, вопрос, что делать. Ну, естественно, если граждану мешает данный факт, значит, соответственно, надо обращаться в различные инстанции. В первой инстанции для пресечения правонарушения, пока нас не отменяли функции сотрудников полиции, соответственно, федерального законного полиции, они обязаны, в их обязанности уходит пресечение правонарушений. То есть, соответственно, в первую очередь обратиться в полицию, чтобы они выехали, пресекли, все факты имеют место быть, зафиксировали. И в дальнейшем уже направили материалы для составления протокола в наше управление, соответственно, для дальнейшего составления протокола и направления административной комиссии. Если будет это физическое лицо, если будет должностное или юридическое лицо, соответственно, в мировой суд. Еще надо добавить, здесь вопрос в сюжете звучал, что он хочет приостановить деятельность кафе. Опять же, на уровне региональном уровне и законам Санкт-Петербурга не предусмотрено приостановление деятельности. Значит, данными функциями только могут воспользоваться это сотрудники Роспотребнадзора, пожарная часть инспекции, и то, выходя с соответствующими, фиксируя данные документы, составляющие в суд, для того, чтобы суд, только суд, может приостановить деятельность данного заведения. Ну, безусловно, сейчас у нас время такое, что в любом случае мы все должны идти в суд. И только решение суда может повлиять на то, как ситуация будет развиваться дальше. Других путей нет правовых. Андрей Юрьевич, подскажите в бытовом плане, ну, хорошо, даже если, предположим, в этом кафе играет музыка до 22 часов, но люди приходят с работы, предположим, в 7 вечера. Это же нормальная ситуация, когда человек приходит с работы домой, просто хочет выключить голову, не слушает песни российских композиторов, шансон, или там вопрос не стиля, вопрос качества звука. Значит, наиболее, кстати, часто нами встречаемые жалобы, это как раз на предприятии общепита, на организации. Это не только может быть звук. Это могут быть промышленные кондиционеры, которые размещены на здании, постоянный шум. Это воздуховоды, а предприятия питания, это воздуховоды, которые выходят за кромку, которые, значит, оказывают там демпфер и так далее. То есть они мешают обратно же. В этой ситуации собственникам надо понимать и знать права по тем же самым дополнительному навесному оборудованию и так далее. И они без разрешения собственников, ни одно заведение, питание не имеет права разместить кондиционер. Мы с этим согласны, с музыкой. Давайте сейчас о песнях. Значит, у нас есть, обратно же, то, что сказал коллега, да, у нас есть Роспотребнадзор, обращение в Роспотребнадзор. Было. Значит, замеры были? Были замеры. И? Роспотребнадзор предварительно предупреждал заведение, и они делали потише. Вот, к сожалению, практика такая. Не единичный случай, подозреваю. Не единичный. Но еще раз, если собственники организованы, если они считают, что предприятие питания, общественного питания с кухней и так далее, в их доме, в данном случае, не нужно, они вправе принять решение о демонтаже дополнительного навесного оборудования. У них есть замечательный козырь. А без воздуховода кафе будет закрыто Роспотребнадзором в этот же день. В общем, нет, искать повода для жалоб и писать, 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 писать. А это не повод для жалоб. Это решение собственников. Здесь не надо никому жаловаться. Ну, а что значит решение собственников? Согласование собственников нужно всегда. Если висит кондиционер промышленный, то без согласования собственников он висеть не может. Если кафе не идет на контакт, то есть требования собственников не исполняет, ну, то есть музыка, которая не утихает постоянно, то у собственников есть инструменты для того, чтобы данные отношения привести в порядок. Прозвучало предложение звонить в полицию, вызывать участковых и как-то фиксировать совершенно верно замечено правонарушение. И в связи с этим давайте послушаем, а что говорит, собственно говоря, полиция, что полиция считает по поводу вот такого рода обращений. Если граждане считают, что совершается какое-либо правонарушение, которое должно быть пресечено, они имеют право позвонить в полицию, а полиция обязана отреагировать на их сообщения, приехать и пресечь это правонарушение. Другой вопрос, кто в дальнейшем по данному правонарушению будет принимать решение о наказании, о привлечении к ответственности, о привлечении к суду и так далее. По определению Верховного Суда те нормы, те административные правонарушения, которые закреплены региональным законодательством, а в данном случае, если мы говорим о Санкт-Петербурге, это в первую очередь закон о тишине, то в данной ситуации реализация данных законов в части составления протоколов, привлечения к ответственности, наложения штрафов, она возложена на органы установленной власти. Если ситуация такая произошла в каком-то конкретном районе, то соответствующая административная комиссия этого района данную ситуацию разбирает. Некоторое время назад я имела такой опыт, позвонила в полицию ночью, попросила приехать на адрес, потому что было действительно очень громко и тревожно за моих соседей сверху. В общем, полиция приехала. И, постояв около закрытой двери, их соседи просто не впустили, они вернулись ночью ко мне и сказали, что это все, что они могли сделать. Вот скажите, пожалуйста, такого рода выезды как-то фиксируются на основании такого, казалось бы, пустого выезда, потому что соседи продолжили ночное. Составляется ли протокол? Во-первых, я соглашусь с сотрудниками полиции, который дал комментарии достаточно емкие. Тем не менее, он подтвердил, что для пресечения правонарушения сотрудники полиции выезжают на заявки. Открыли двери, не открыли, задержались с поездкой, приехали, уже нарушения тишины не было. Тем не менее, факт зафиксирован уже сотрудниками полиции. В дальнейшем получается заявление от гражданина, потому что это, скажем так, статья 8 от нарушения тишины, закон Савын Петербурга, находится в разделе нарушения общественного порядка. Для того, чтобы проводить дальнейшие действия, проверочные мероприятия, необходимо заявление гражданина. То есть мы работаем от заявления. Поступило заявление, мы его рассматриваем. Соответственно, есть определенный срок рассмотрения. И дальше, смотрите, разовая ситуация, понятно. Если это уже тенденция, каждый раз вызываешь полицию, каждый раз приезжает полиция, вы каждый раз рассматриваете, и... Разные события, разные составы. Соответственно, если событие будет подтверждено, факт нарушения тишины, будет составлено протокол и один, и второй, и третий раз. А что последует? Какая ответственность? В дальнейшем протоколы направляются для рассмотрения в административные комиссии районов Санкт-Петербурга, которые у нас созданы в каждом районе. Это коллегиальный орган в отношении физических лиц, соответственно, рассматривается в административные комиссии. Штрафные санкции, предусмотренные в братья законе Санкт-Петербурга, начинают с 500 рублей до 5000 рублей. Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это действенные обращения? Результаты эффективны? Я думаю, что они бы были эффективнее, если бы полномочия по составлению протоколов в данном случае были бы у полицейских. Они сразу же по приезду могли составить протокол и привлечь нарушителя к административной ответственности. Ну, просто цепочка была бы короче. Конечно. И вот часто очень полицейские, понимая, вот это вот, может быть, не всегда выезжают или не всегда качество проводят, то, что они могли бы сделать, потому что у них нет таких полномочий. Если бы у них были они, то было бы, наверное, правильно. Есть мнение, что есть необходимость вернуть эту функцию полиции. Вот, на ваш взгляд, такая перспектива у нас есть? На данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы заключить соглашение между правительством Санкт-Петербурга и Главным управлением ВД России по Санкт-Петербургу. Значит, этот проект соглашения находится сейчас, в данный момент, в стадии, скажем, согласования. На данный момент, к сожалению, из всех субъектов Российской Федерации подписано всего пять соглашений между правительством. Поэтому с момента подписания данного соглашения правом составлять протоколы о нарушении тишины будут обладать сотрудники полиции. Ну, по-моему, это отличная новость. Мне кажется, вас услышали, и цепочка явно будет короче. Вы помните, когда только у нас появился закон о тишине в том виде, в котором мы его знаем сегодня, как его все называли? Закон о топоте кошек. Помните такую формулировку? Я думаю, что помните. Вот здесь, вот, крайностей в этом смысле, как избежать? Это, наверное, Андрей Юрьевич, к вам вопрос. Ну, понятно, что соседи должны друг друга знать, понимать и дружить. И договариваться. Но мы понимаем, насколько это далеко от реальности. У нас очень часто соседи друг друга не видят годами. Это плохо. И вдруг слышат топот. И начинают раздражаться. Здесь это наша задача. Мы как раз этим и занимаемся. Мы стараемся, чтобы в каждом, это наша работа, чтобы в каждом многоквартирном доме был орган самоорганизации, собственников. Хорошо. Вы молодцы. Вы пытаетесь организовать людей. Чтобы они друг друга знали. Но те, кто еще не сорганизовался. И, предположим, что мне радости, что я знаю своих соседей, которые, в общем, я их знаю хорошо, я их знаю настолько, что, в общем, готова была бы как-то... Уважительно друг к другу относиться. Я не могу относиться уважительно к тому, что делает качество моей жизни хуже. Я думаю, что вы точно так же с этим посогласились. Еще раз. Мы же говорим не о крайностях. Если о крайностях, то да. Если вот так получилось, что ребенок заплакал или куда-то побежал, и это раздражает очень сильно. А если, понимаете, мы с вами люди активного среднего возраста, а если идет речь о том, что заявитель пожилой человек, я понимаю, что люди старшего возраста, люди с заболеваниями определенными, могут испытывать на порядок более острые эмоции. А дети прыгают каждый день с утра до вечера. Но есть. Эта проблема есть. Вот как-то договариваться. Как тут договариваться? Ну, а по-другому-то как? По-другому. Вас спрошу, я не знаю. Другому обвинять? Нет, надо стараться договориться, надо стараться успокоить, объяснить пожилому человеку. Ну, это ребенок. Да, он иногда прыгает, но приковать его же тоже нельзя к батарее. Слушайте, ну, извините, вот скандинавский опыт в Финляндии, как вы знаете, ночью душ принимать не стоит, потому что соседи могут вызвать полицию, потому что это дополнительный шум. Обратно, мы говорим про ночь, это уже другое. Если ночью, это машина. Мы говорим про после 22-х. Дети могут плакать, как мы понимаем, независимо от того, какое время суток на дворе. Понятно. Но если обратно же ребенок плачет, потому что он заболел действительно, или всякое бывает, это один коленкор. Мы уже это говорили, а если за ним плохо действительно следят родители, если он там голодный, не присмотрен, это уже работает. Это вообще другой состав преступления, как говорят в других организациях. Еще раз, человек должен быть терпимее вот таким проявлением, если действительно это не постоянно, если вот какой-то, это единичный случай. Ну не знаю, мне кажется, что когда нет решения, мы начинаем призывать друг друга быть терпимее. А как иначе? А как иначе? Искать какие-то правовые формы. Я не думаю, что здесь на каждый можно найти повод. В общем, поняла, не будет здесь дельного совета, вы меня простите. Будем договариваться. Это невозможно. Дать дельный совет. Хорошо. То есть, вернее, дельный совет как раз только один. Мы поняли, мы поняли. Я вернусь после эфира домой и начну договариваться с моими активными соседями. Скажите, пожалуйста, очень часто люди жалуются на такие проявления шума, как шум в многоквартирных, монолитных домах. Вот вам такие жалобы приходят. И что вы делаете? Я объясню зрителям. В монолитных домах определить, где источник шума, практически невозможно. Я с вами соглашусь, учитывая новые постройки, которые возводятся на данный момент. Вы же расследуете, вы же должны найти виновника. Мы проводим проверки, заявление гражданина. Если сам гражданин не может пояснить источник шума, откуда он исходит, то, соответственно, кого привлекать к ответственности? Ну, слушайте, подождите. Вы говорите, что спасение утопающих, делай руку самих утопающих. Нет, я не сказал так. Естественно, проводится проверка, возможно, потенциально идет, ощущается обход жилого массива. То есть, соответственно, опрос... Монолитный дом. Там же это невозможно. Здесь, если не удается установить источник шума, установить лицо, которое это нарушило, соответственно, никакого протокола... А вы что считаете? Как? Если этот шум непонятного происхождения, это могут быть инженерные, например, сети. Это может быть ЭТП шумит или еще что-то. В данном случае можно обратиться в управляющую компанию. Они этот источник шумов могут найти. Могут. Могут, конечно. И мы сталкивались с этими проблемами, естественно, это выявляли и решали эти вопросы. Если это касается непосредственно каких-то инженерных сетей или приборов, которые обслуживают дом многоквартирный. А если это... Ну, такое бывает, что кто-то делает ремонт и действительно не найти. Ну, здесь, да. Здесь вот надо расследовать. Ну, прислушиваться хотите. Ну, в любом случае путь один и тот же. Да, все-таки если нам посчастливилось узнать, кто этот человек с дрелью, то мы пишем вызываем полицию, пишем... Есть еще один способ. Ну, скажите же, не томите. Смотрите, у нас, если идет ремонт, какой-то ремонт в квартире, в помещении нежилом, тем более, смотрите, вот проводится ремонт над вами, допустим. Проводится ремонт над вами, вы какую-то опасность чувствуете. Мало того, что шум, у вас какая-то трещина... Тревожно, тревожно на душе, да. Какая-то трещина появилась. Здесь просто рекомендуется обратиться сразу же действительно в администрацию района с запросом по поводу того, давала ли администрация района разрешение, согласован ли проект этой перепланировки, этого ремонта. В отсутствии данного соглашения, конечно, разрешение данной работы необходимо приостанавливать обратно же администрации района для того, чтобы чего не вышло. Потому что последний случай, когда и дом сложился, там, как мы на устроили. В общем, нам, собственникам жилья, должны быть более бдительными. И если соседи затеяли ремонт, не поленится, проверится, нет ли там перепланировки, узнать... Незаконные, да, разумеется. Давайте сейчас мы вернемся к герою нашего сюжета, посмотрим, как развиваются события на Невском проспекте. Но даже медицинский центр между шумным клубом и квартирой спасает от шума не всегда. Но предприниматели нашли общий язык с квартирой владельцами. У жителей этого дома теперь есть рычаг воздействия. В буквальном смысле. У нас есть сосед, которому не нравится самооткрытие, что здесь клуб располагается. Но у него есть хороший рычажок, который он отключает у себя в парадной. И тогда у нас отключается здесь музыка, как только становится слишком громко. Это намек нам, что нужно сделать потише. Обычно заново включает электричество охранник. Сейчас он показывает нам, как это делается. Открываем и поднимаем вот эти два рубильника последних. Сосед, если ему громко идет, вырубает эти два рубильника? Да, просто выключается два рубильника и все. Мы моментально реагируем, побегаем сюда, открываем дверь и включаем рубильники уже. И делаете тише там, соответственно? Да, 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 да. Чтобы соседи дальше не выключали. Если бы у Андрея была такая возможность регулировать звук музыки в своей квартире, он не засыпал бы чиновника жалобами, а засыпал бы спокойно у себя дома. Впрочем, он и сегодня может отдохнуть. Ресторан под его ногами не так давно закрылся. По моим предположениям, у него истекла лицензия, и он в раздумье, что ему делать. Либо его продавать, либо продлевать лицензию. Проблема в том, что обычно на месте заведения общепита снова открываются заведения общепита. А если здесь снова откроется кафе, то есть я имею в виду, другой будет хозяин, вам придется... Все по новой. Так что пока покой Андрею только снится. Ведь даже вывеску заведения в арке двора не сняли, просто заклеили. А сквозь заплатку просвечивает реклама заведения. Ну что, я бы сказала, что сюжет наш с открытым финалом. Но все-таки главный вопрос. Получается, что все заведения общепита, которые есть в жилых домах, в 23 часа должны говорить всего доброго. Не в 23, а в 22. В 22. Значит, у нас состав административного повышения гласит о чем? Что нарушение тишины, повлекшее нарушение тишины. Если оно повлекло крики, музыкальное сопровождение, звуки и так далее. То есть для первой жалобы, правильно я понимаю? То есть все... Если вы сделали музыку потише, она может работать там, люди могут питаться и так далее. То есть если будет жалоба, еще заявитель. Заявитель. То есть нет прямой связи, что 22 часа и звук выключаем, или заведение там, вешает там барный замок. Нет такой связи? Нет. Я другую связь вижу. Не только эту. Вот там, где собственники организованы, там, где не просто житель конкретной квартиры жалуется, которому что-то мешает, а там, где создан орган самоорганизации, там, где есть совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья. То есть представитель собственника. Все проблемы решаются гораздо эффективнее и проще. И реакция властей на подобное обращение иное. То есть когда обращаются все собственники дома или их представитель законный, значит, решение вопроса проще. И более того, там, где есть законные представители, они легко совершенно, ну, не законные, а организованные представители, они все вопросы решают вот с собственниками, владельцами ресторанов и так далее на месте. Ну, мне кажется, что если бы сейчас у нас был еще один гость, который бы, предположим, здесь рассказывал бы нам о плюсах малого бизнеса, он бы сейчас с нами поспорил. Потому что такой подход, с одной стороны, защищает интересы жильцов, многоквартирных домов, но с другой стороны, можно посмотреть и по-другому, что это притесняет интересы развития малого бизнеса. Подождите, почему? Если мы говорим, например, здесь просто достаточно, если мы говорим о кафе по Большому проспекту, или, вернее, по Невскому проспекту, а ресторане по Невскому проспекту. Размещение любого, вот нам показали какую-то там над аркой вывесочку, вот если собственники объединились, если они приняли решение... То это вывеска должна приносить прибыль. Размещение дополнительно навесного оборудования, и это вот вывеска, они решили, что она должна стоить 50 тысяч рублей в месяц. Это их право, они могут это сделать. Я вас уверяю, вот этот вот собственник по-другому бы себя вел. Этот дом, вот с моей большой долей вероятности, не организован. Ну, то есть, практически совет, который мы можем дать зрителям, давите по экономическому направлению. Организуйтесь, прежде всего, и используйте свои права. Вы владельцы этого дома. У нас жители, хозяевами дома, уже в 2005 году принят в новой редакции Жилищный кодекс Российской Федерации, а у нас до сих пор люди не понимают, что дом это их, а они владельцы. Не государство, не исполнительные органы власти, а они сами, они сами хозяевами дома. И пока они, эти хозяевами, не станут в душе и в голове, вот будут постоянно такие проблемы происходить. Очень сложно договориться всегда. Нет, договориться не сложно. Если жители, еще раз, выбирают орган, если у них есть там председатель ТСЖ, председатель Совета многоквартирного дома. Это большинством голосов? Конечно. Большинство голосов? 50 ТСЖ, один голос. Если они это принимают решение и представляют интересы, у них есть законный представитель их интересов, и, значит, они принимают решение по использованию общего имущества многоквартирного дома, все вопросы сразу же решаются. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, экономический подход к решению подобных бытовых вопросов, он возможен, он эффективен? В части привлечения к ответственности штрафных санкций? Конечно. Я уже сказал, что штрафные санкции на данный момент составляют более 500 до 5000 рублей. Это отношение физических рисков мы рассматриваем, ну, в рамках бытового. И, к сожалению, законодатель кодекса областительных правонарушений не позволяет законодателю принять санкции от ответственности свыше 5000 рублей. То есть это максимальная планка, которая... То есть 5000 рублей и больше никакой финансовой ответственности нарушитель. Да, я могу сказать еще больше, что сейчас в Государственной Думе находится на рассмотрении проекта федерального закона еще 16-го года, который вносит ответственность с дополнительной статьей в кодекс административных правонарушений. Я могу сказать, что в проекте данного закона санкций еще меньше. Ну, понимаете, если несколько резюмировать наш разговор, то получается, что этот рубильник, который мы видели с вами в сюжете, это, по сути, основной регулятор вот этих вот отношений, потому что никакой агрессии ни с чьей стороны не проявляется, но просто те, кто потенциально может нанести вред собственникам, прекрасно понимают, что в случае чего собственник выключит звук всем. гражданское общество в действии, как ни крути. По данным сюжету штрафные санкции, я еще раз сказал, если мы рассматриваем уже должностных лиц и юридических лиц, то по закону нашему Санкт-Петербурга штрафных санкций много больше. Если в отношении должностного лица штрафные санкции составляют от 25 до 50 тысяч рублей, а в отношении юридического лица от 50 до 200. И эта норма последних штрафных санкций были увеличены буквально в июле этого года. Для того, чтобы повысить меру ответственности юридических должностных лиц, которые занимаются этим кафе, заведением, которые в действительности в случае подтверждения факта проверки нарушают общественный порядок. Да, последний вопрос и будем завершать разговор. Скажите, пожалуйста, в принципе, для регулирования тишины, порядка тишины в городе спасет ли нас самый лучший даже закон? Даже самые лучшие законы, если собственники не знают своих прав, возможностей, они не помогут. Я в этом убежден. И мы на примере это видим, постоянно. Ну, еще я приводил пример вам Жилищного кодекса Российской Федерации. Если человек его не знает, души не понимают, что он хозяин дома, ничего не поможет. Ничего не поможет. Ну что, спасибо за этот разговор, за этот тихий разговор о том, что действительно нас беспокоит, а потом определенными тревожными звуками отражается у нас на душе. А мы с вами встретимся ровно через неделю. Оставайтесь на связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова